Сторонники «Единой России» провели встречу с пенсионерами из Горского и Барвихинского поселений. Они рассказали людям старшего поколения, которые часто бывают доверчивыми, о видах мошеннических действий и дали советы, как им противостоять. Тема мошенников на сегодняшний момент очень актуальна. Особенно мошенники по отношению к нашим жителям пожилого возраста. Пенсионерам, людям доверчивым, людям, родившимся в Советском Союзе, которые привыкли держать открытыми двери. С пустыми руками сторонники партии приезжать на встречи не привыкли. Поэтому и на этот раз они подготовили для пенсионеров памятки, где рассказали о правилах поведения при попадании в различные мошеннические схемы. Все, что написано в этой памятке, я вас прошу, вы время от времени почитывайте. С каждым годом мошенники изобретают все новые способы обмана доверчивых пожилых людей, которые в итоге остаются или без денег, или с кредитом на крупную сумму. Деньги с пенсионной карточки исчезают. И выясняется, когда служба безопасности стала разбираться, и выясняется, что деньги уходят с личного счета. Но личный счет мы не знаем свой. Я обмерла. Что мне делать? Что мне делать? Я ни о чем не думала. Только я думала о Ленке. А позвонить? О Ленке попробовали позвонить? Никакой не могла. Я вот столько думаю в голове, ой, может позвонить? Я не знаю, где у меня телефон, я не знаю ни одного номера. Я только такой в голове держала. У нас самый незащищенный класс – это пенсионеры. Тем более, когда они напуганы, когда к ним приходят такого вида люди, мошенники, они готовы отдать все для того, чтобы защитить своих близких. И как профилактика, я считаю, что это вообще необходимо. Программу «Защитим старшее поколение от мошенников» активно реализуют в Одинцовском районе. Ее поддерживают глава района, администрации поселений и правоохранительные органы. И вы видите, что людям все это нужно. То есть они не просто присутствуют на этих встречах, они заинтересованы, они рассказывают свои истории. Я надеюсь, что они запомнят вот те советы, которые я им давала. Сторонники партии советуют пенсионерам быть внимательными. Хорошо взвешивать все «за» и «против» заманчивого предложения. Внимательно читать документы перед тем, как их подписывать. И обязательно советоваться с родными и близкими. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...